Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Если дети обучаются игре на фортепиано или скрипке, естественно, они мечтают о сольной карьере. Но те, кто с детства учится играть на духовых или ударных инструментах, как правило, готовят себя к карьере оркестранта. Сегодня у нас в гостях те, кому удалось преодолеть этот закон оркестрового притяжения. Сегодня у меня в гостях солисты, вопреки общепризнанным канонам, трубач Сергей Накаряков и кларнетист Игорь Федоров. Здравствуйте, Сережа! Здравствуйте, Игорь! Первый вопрос к вам обоим. Выбор инструмента произошел осознанно или это было так? Нет места на фортепиано, нет места на скрипку, есть вакансия на трубу. Я начинал с фортепиано и играл, в общем, неплохо, как мне говорили, но не так успешно, как моя сестра. И по этому поводу родители не то что сильно переживали, но были не очень довольны. И в какой-то момент, это была идея моего папы, он предложил мне попробовать трубу, когда он сам был маленький, он очень хотел играть на трубе, но мама ему не разрешила. Поэтому он решил попробовать со мной. И сначала это было просто как забава, мне, конечно, это было интересно. Для меня труба являлась таким настоящим мужским инструментом, как мне казалось. А рояль женским, что ли? И рояль просто мне в ту пору не нравился. И папа меня отвел к своему знакомому трубачу, который до сих пор, кстати сказать, работает в Нижегородской филармонии, и так я начал заниматься на трубе. И спустя буквально месяц у меня была тяжелая травма позвоночника, и мне после этого пришлось надолго отложить рояль, и, соответственно, я смог сконцентрироваться на трубе с большим удовольствием, с большой радостью. А у тебя, Игорь, как выбор инструмента происходил? У меня было, в общем-то, тоже по здоровью. Вот у Сергея Испина, а у меня было ОРЗ. 14 раз в год. Вот такое бывает, вот такое. А какая связь? Акварнет очень хорошо влияет на здоровье. Инструменты травматические. Я тоже начинал играть на рояле, но она пал на Кантер, знаменитая учительница Жени Кисина, она сказала маме, что пианист должен быть либо Жени Кисин, либо не должен быть. Странно это, я очень уважаю Анну Павловну Кантеровну. Вообще заявление довольно сомнительное. И еще ОРЗ, и видите, как я вот на кларнете. Это совершенно не мой выбор. Замечательный профессор просто оказался в Гнесинке, в Гнесинской школе. А вы сознавали вот в юности, вы осознавали, что, в общем, играете на таких инструментах, ну, скажем так, не очень сильно распространенных? Конечно. Я до сих пор чувствую эту отдельность. Но я хочу именно из этого инструмента, из того, что я духовик, сделать какой-то статус. И на самом деле этот статус есть. Статус есть. У многих западных музыкантов много солистов. И много было солистов и в 19-м веке, и в 18-м веке. Нет, но я до сих пор доказываю, я до сих пор... Знаете, это еще в том, что вот в России, я очень много играю в России, и я привожу ноты концерта Моцарта. То есть кларнета в большинстве российских городов, я не преувеличиваю, не было никогда на сцене, не звучал кларнет сольный. Никогда. Сейчас хочу предложить первый фрагмент, где в качестве солиста выступает инструмент, с которым вообще-то и в оркестре постоянные беды и печали. Один из самых проблематичных инструментов, когда этот инструмент играет чисто, классно и замечательно. Дирижеры в счастье, публика в благости. Это концерт для Валторной с оркестром. Пожалуйста. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Новгородом, 80 километров от Нижнего Новгорода. Она играет на кладбище. Там семья, пять человек, детей. И они все на чем-нибудь играют. Она невероятная совершенно девушка. И она ко мне приезжает раз в месяц. Она просто больше не может приезжать. И она развивается семимильными шагами. Ей 17 лет. Вот такой у меня сейчас опыт. Пока, честно говоря, большего я не знаю. Для себя. А тебе, Сережа, нет вот такого желания начать. Просто преподавать и видеть, что у кого-то тоже получается. Ну, он же не так, как у тебя, но получается. Я постоянно вижу, как у кого-то здорово получается. Во-первых, это большая радость всегда. Приглашают с мастер-классами. В разные университеты, академии, консерватории. Я это делаю с большим удовольствием. И когда я могу поделиться чем-то, что может быть кому-то поможет, это важно, я считаю. Пока что нет желания где-то осесть. И, если честно, нет желания ни от кого зависеть. И, кстати, мастер-класс — это великая вещь. Это очень здорово. Просто класса — замечательная вещь. Да, я стараюсь это делать везде. Причем бесплатно. Я просто предлагаю себя, потому что это, опять же, не развито в России. так же, как не развиты приглашенные профессора у нас. Ведь по всему миру это так. Игорь, ты тоже обещал мне поиграть. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Пожалуйста, сейчас снова попрошу зрительскую аудиторию примкнуть к нашему разговору. Ещё вопросы у кого, пожалуйста? Игорь, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, какой инструмент Большого симфонического оркестра никогда не сможет стать сольным? Ну, вы знаете, я вот думал когда-то, что тромбон, но, оказывается, есть Линдберг на тромбоне, который играет так. Это невероятное что-то. Вы знаете, я думаю, что все инструменты вообще на земле могут быть сольными. Какой угодно. Треугольник, наверное, не может. Я сначала подумал про треугольник, потом про большой барабан. Если Моцарт сейчас планирует, он напишет для треугольника концерт вполне. У него есть все шансы. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, ещё вопросы. У меня вопрос такой к Сергею. А есть ли из известных произведений такое, которое невозможно сыграть на трубе? Таких произведений масса. И, к примеру, когда-то мой папа хотел переложить известный концерт Мендельсона, ми-минор. В крипичный, да. И он это сделал. Но столкнулись мы с ним с большими трудностями. Во-первых, очень высокая тесситура. Соответственно, на трубе так высоко сыграть невозможно. Если это перенести вниз, то слишком много будет потеряно. И совсем нет паузы во второй части. Соответственно, нам надо отдыхать. Нам нужны перерывы. У нас очень тяжёлый физический инструмент. И есть ещё одна проблема. Это интервалы. На трубе невозможно сыграть сразу два звука. Если Сергею Накарякову невозможно, то, значит, это надо всё... Это значит, да, забыть. Это забыть. То есть, соответственно, если слишком много менять, то просто нет смысла. Это как пример. Тут просто физиологическая сложность. Тут закончилось дыхание, закончился звук. Всё. Очень... Но есть перманентное дыхание. Есть перманентное дыхание. Воздух накапливается в щеках. Так. Очень просто, да. Накопите все воздух в щеках и сразу... Да, постарайтесь образно показать. После этого можно даже поэкспериментировать. И что дальше? Соответственно, выходит воздух только из щёк. Так. В это время можно вдохнуть носом. Носом, да? Подворовать. Ну, можно и без рук это сделать. Ну, а что такое? И так и долго вы так можете Нет, 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 я в обморок не упаду Нет, ничего, я живой У нас есть еще одно ограничение серьезное Мы не можем улыбаться во время игры Я думаю, на кларнете тоже трудно Это кошмар Ну конечно, мы не можем улыбаться Мы не можем разговаривать Мы даже не можем показать эмоцию Как скрипач или кто-то Или пострадать, как пианист Бровями Когда репетируешь с пианистом Ой, давай сыграем еще отсюда Я предлагаю сейчас послушать В исполнении Сергея Накарякова Чайковского вариации на тему руку-ку Пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему школа игры на духовых инструментах Гораздо больше класса в этой школе на Западе, в Европе и даже в Соединенных Штатах Это слышно в любом оркестре, чем у нас в России Потому что раньше у нас были педагоги немцы, французы, итальянцы До революции Потом случилась революция, их всех убили, выгнали Я понимаю, но у нас же все равно Вот, они оставили русских педагогов Но что-то, вот то ли до конца чего-то не взяли Меня поражает, что мы до сих пор учимся по школе Розенова Которая написана в 30-е годы До сих пор Это немыслимо Ты имеешь в виду сейчас кларнетистов Да, кларнетистов Я, к сожалению, не могу говорить о кларнете Вот, и бесконечный зажим нашей школы У нас все очень зажато Зажат звук, зажат аппарат, зажато дыхание Очень-очень Вот, я, конечно, не имею в виду целиком всех Потому что, естественно, были уникальные личности И в 20-м веке, в этом железном занавесе В который ничего не проникало И в который мы все отторгали, да? От себя все новое И когда там все развивалось У нас все, вот, в консервной банке Мы не могли ее открыть ничем, никаким ножом И, конечно, был Дакшица Дакшица, да Ну, это был Буйновский на Волторне Был потрясающий кларнетист Мозговенко, тот же, Антелевич, у которого я учился Который прошел всю войну с кларнетом на танке Танковые десанты И после этого играл с Юдиной, с Рихтером И с Гиллисом, и с Ростроповичем, и со всеми Но мы говорим, а как бы какие-то штучные какие-то примеры Это самородки Это на самом деле самородки А я говорю о школе Да А со школой катастрофа А со школой катастрофа Причем не только с кларнитовой, но со всей Потому что я же... С медными, с духовой, с деревянными Я, наверное, не открою Какой-то тайный, что когда мы слушаем оркестр Русский, мы Вступая от Волторна И какая-то мелкая дрожь Все замирает Начинает идти по спине Что вот-вот и вот-вот Вот Но сейчас намного лучше с этим Слава Богу Сейчас хочу предложить последний фрагмент музыкальный Довольно редкий Фрагмент, который я выбрала как пример того Как инструмент, который в принципе музыкальным-то не считается по сути И, наверное, и ударным-то его назвать нельзя В руках человека, у которого есть обаяние, талант и энергия солиста Становится сольным инструментом Мы сейчас будем слушать исполнительницу Она мексиканка, зовут ее Лусеро Тена Была она когда-то танцовщицей, причем даже не солисткой А танцевала она в ансамбле «Фламенко», играя на кастаньетах На сегодняшний день она профессор Мадридской консерватории Ей уже много лет Но основную часть своей жизни, звездную как бы часть жизни Она провела как солистка Пожалуйста МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мне остается только попрощаться. Дорогой Сергей, дорогой Игорь, спасибо огромное, что вы были гостями программы «Нескучная классика». И надеюсь, были вы тут не в последний раз. Спасибо вам огромное. Хороший духовик или ударник в любом оркестре ценится на вес золота. А когда появляются музыканты, подобные нашим сегодняшним гостям, оркестровый инструмент становится по праву солистом, начиная играть первую скрипку. С вами была Сати «Нескучная классика». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok